Цифровые платформы ворвались на турецкий телевизионный рынок, не оставляя шансов телеканалам. Суммы, которые платят ведущим актерам платформ, поражают воображение и заставляют задуматься над будущим турецкой сериальной продукции. Журналисты издания «Летящая птица» Учан Куш узнали, сколько платят ведущим звездам турецких сериалов на Нетфликс и пребывают в шоке от названных цифр. Отныне, как утверждает издание, 150 тысяч за серию уже не актуально. Нетфликс обрушил рынок. Самая минимальная зарплата для звезды – 50 тысяч долларов за серию, 435 тысяч турецких лир. Самая дорогая звезда платформы стоит 120 тысяч долларов за серию, или 1 миллион 50 тысяч турецких лир. По информации издания, Берен Саат получала 110 тысяч долларов за серию сериала «Дарт» – 955 тысяч турецких лир. Энгин Акюрек подписал контракт на 90 тысяч долларов – 780 тысяч турецких лир. Любопытно, что Энгин выступит в новом сериале не только как исполнитель главной роли, ему также принадлежит и идея сюжета, на которой основывается сценарий. Чата Элусойб также выступил в качестве креативного продюсера фильма «Бумажные жизни». Похоже, цифровые платформы дают возможность звездам не только зарабатывать, но и развиваться творчески, что очень важно для настоящих актеров. Телевизионные каналы в нокауте. Нетфликс высасывает больших звезд, и это плохая новость для свободного телевидения. Владелец телеканала ТВ8 Аджун Ильиджалы также решил включиться в гонку, предлагая актерам суммы в 200-300 тысяч турецких лир за работу в сериалах местной цифровой платформы «Экзен». Однако это желание пошло прахом. Нетфликс поднял цены настолько, что владелец турецкой платформы отказался от сериалов за исключением 1-2 и переключился на покупку футбольных матчей. Самая большая проблема для телеканалов – Нетфликс пришел не один. За ним последуют другие международные платформы – Amazon, HBO, Disney, WBD, которые готовы платить звездам еще большие суммы. Единственный плюс – на телевидении появятся новые молодые звезды. Однако это же и минус. Как только актер станет знаменит, он сбежит на платформы. Телеканалы планируют заключать долговременные соглашения с актерами, чтобы не упустить звезд. Впрочем, есть опасность, что за любимыми актерами уйдет и зритель. Ведь международные платформы не ограничиваются только заказом сериалов у турецких продюсеров, но и готовы производить их сами, создавая студии в Турции и изучая спрос на телевизионную продукцию. Если Нетфликс работает для молодой аудитории и предпочитает фантастические и молодежные сериалы, то Дисней выбирает семейную аудиторию, которая более консервативна. Платформа HBO предпочитает работать с образованным и богатым зрителем, создавая сериалы высочайшего качества. Выдержат ли турецкие телеканалы конкуренцию с огромными деньгами международных корпораций – большой вопрос. Возможно, им придется пойти на уступки и использовать систему одновременного показа сериалов на телевидении и на платформе, когда права на проект будут принадлежать международным гигантам. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok